27 лучших студентов Ненецкого округа удостоены именной стипендии сенатора Дениса Гусева. Торжественное мероприятие для учащихся учреждений среднего профессионального образования состоялось накануне в культурно-деловом центре Арктика. По словам мецената, проект пилотный, но не исключено, что подобные поощрения станут доброй традицией в регионе, и к ней подключатся и другие представители власти. За звание лучшего и право получать именную стипендию сенатора студенты боролись в трех номинациях. Традиционно основная из них – за достижения в учебе. Победителями стали Арина Канева, Алексей Митрофанов и Дмитрий Хатанзейский. Да, они довольно сильно поддерживают. Даже, например, получаешь коллежную стипендию по учебе, плюс такие стипендии, и у тебя такой заработок получается, накопление. Но это помогает. Еще одна номинация за активную общественную деятельность. Лучшими общественниками жюри признала Вадима Безверхова, Павла Мигунова и Марину Баркулеву. Это хорошо поощряет людей, которые чем-то выделяются, что-то делают. А вот твоя социальная работа, что ты делаешь? Я волонтер, я в своем колледже, во всяких объединениях, клубах, в конкурсах творческих. Я художница. За достижения в спорте стипендии сенатора отмечены Сергей Гмырин, Егор Лузгин и Василий Тайбарей. Остальные студенты, принимавшие участие в конкурсе, удостоены вторых и третьих мест. Надо отметить, что по условиям номинантов выбирали студенческие коллективы и преподаватели учебных заведений. Я думаю, что вот такая инициатива сенатора, она, наверное, должна быть поддержана и может быть расширена. Может быть расширена и для студентов, для где-то творческих школьников, может она быть для педагогов, для врачей, для медсестер. Именные разовые стипендии назначаются по итогам учебного семестра в период с 1 сентября по 31 декабря и с 12 января по 30 июня. В 2020-2021 учебном году учреждены 9 именных разовых стипендий. В каждом учебном заведении в размере 3000, 2000 и 1000 рублей каждая. Выплаты производятся за счет личных средств сенатора Дениса Гусева. Я надеюсь, что мои коллеги, депутаты, сенаторы поддержат эту инициативу. У нас много школ, можно еще увеличить количество подобных мероприятий, прежде всего, которые являются целью выявить, конечно, лучших. Но самая важная цель – это то, что сделать ориентир, и чтобы те учащиеся ребята, которые учатся у нас в наших учебных заведениях, они активно включились в учебную, в общественную работу. Отметим, что при поддержке губернатора региона 10 июня 2021 года между сенатором Денисом Гусевым и директорами учебных заведений Ненецкого округа было подписано соглашение о конкурсе именных стипендий сенатора для учащихся Ненецкого профессионального училища, Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа имени Волчейского.